В общей сложности съемочная группа ОРТ приезжала сюда раз пять, дважды во время подтопления. Тогда мы запечатлели все происходящее здесь. Было видно, что подвал затоплен под завязку. Частично вода тогда зашла в подъезды. Еще несколько раз съемки проводились после паводка. Тогда люди ждали начала ремонта и устранения последствий половодья. На заседании правительства губернатор Денис Паслер распорядился, чтобы на место выехал заместитель главы города и разобрался с проблемой. По техе на 35. Знаком адрес? Знаком. А что там у нас? Какие есть вопросы у жителей к вам, а, видимо, уже и к нам? На сегодняшний момент нет никакой информации, Владимир Иванович, что там есть какие-то вопросы. Ну, отправьте тогда своего заместителя. Он у вас там, вижу, находится рядышком с вами. Я в вызов позвонила Объедкову. Он приехал опять с той же своей комиссией, к которой они приезжают. Посмотрели. Все, мы сейчас едем решать этот вопрос. Все. Это когда было? Это было до месяца назад. У нас только один сейчас ответ. Мы сказали, что только Бострыкину будем писать. От бездействия, больше ничего. Они еще ничего не делали в то время. И сейчас даже пальцем не пошелохнули. У нас идет обвалы в подвале. В подвале оказалось все гораздо серьезнее, нежели снаружи. А вот там меня просто пугает. Если уж честно сказать, я даже жильцам об этом не говорю. Так что я боюсь их напугать. То, что мы видели снаружи, это все цветочки. Ягодки внизу, в подвале. Сюда нас впервые запустили жители. И посмотрите, какая картина. Возле несущей стены образовался вот такой провал. Таких провалов в подвале несколько. Их нам показала старшая по дому. Впечатляют и щели между плитами фундамента шириной в пару сантиметров. Вот плита. Вот плита. И между ними практически полностью у меня пролазит ладонь. Я не знаю, должна быть такая щель между этими плитами или не должна. Но в любом случае это очень сильно смущает. За все это время люди начали свыкаться с ситуацией. И обвалившаяся кирпичная кладка на входе в подвал вроде как стала привычной картиной. И ямы вписались в окружающую среду. Да и по настилам в подъездах ходить научились. После нашего последнего визита сюда здесь практически ничего не изменилось. Разве что провал за моей спиной стал больше. И ветка в нем появилась новая. А еще мы получили ответ из администрации города на наш устный запрос. Сказано, что сметы сейчас находятся на госэкспертизе. После получения положительного заключения последует обращение в Минстрой для получения субсидии. Сроки зависят от экспертизы. Александр Жарков, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.